Сердце султана, покорителя мира, воистину сердца царей в руках Господа, и кому хочет, тому и отдает их. Сердце Падишаха было отдано Роксолане, так красиво именовали украинцев Роксоланы. Она стала первой, но какой ценой, ценой смирения, ибо давно умерла для себя посреди интриг, побоев, заговоров. Она победила умом, духом, верой. Поднималась ли какая женщина из рабства, будучи проданной как плоть для утехи, а затем встала в одну историческую линию с такими титанами того времени, как Микеланджело, Гюрер, Коперник, Кеплер, Галилей, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Фридрих Мудрый. Великие люди 15-го, конца 17-го века, соглашаясь с царем Давидом, были убеждены в том, что неверующий в Бога человек просто безумен. Поэтому именно христианское воспитание и христианские убеждения и ценности очень помогли нижеперечисленным личностям сделать весомый вклад в развитие человечества. И среди них Роксолана, Анастасия Лисовская, родившаяся в семье священника Гавриила Лисовского. Получила от родителей христианское воспитание, была похищена и продана в рабство, в гарем султана. Но кто может победить христианский дух людей веры? Анастасия, украинская девчина, встала в один ряд с величайшими людьми мира благодаря христианскому воспитанию. Не мстила за себя, будучи избитой, смирялась и стала великой, как и все титаны веры. Обрела известность на весь мир, ее имя рядом с писателями, художниками, учеными и открывателями. Роксолана стала первой официальной женой султана, что не удавалось никому ранее. Занималась благотворительностью и построила много зданий, которые стоят до сегодняшнего дня. Ее имя известно в истории, а ведь она была всего рабыня, но свободна в своем бессмертном духе. Вера в Иисуса Христа делала всех этих людей первыми, и именно безбожие привело современное человечество к наблюдаемому в наше время уровню безумия. Нарушая все традиции дома османов, султан взял ее в жены и сделал султаншей. Роксолана обрела свободу, о которой так мечтала. Воистину вера движет горы. Она обладала огромной властью, ей подносили дары со всего мира.